Эфир телеканала Беларусь 4 продолжает де-факто. В студии Алексей Немкевич. Здравствуйте. 19 лет колонии на троих. В силу вступил приговор суда в отношении жителей Речицы, которые избили знакомого, а потом привязали его к дереву в лесу. Инцидент берет свое начало в одной из квартир райцентра. По словам потерпевшего, к его подруге в гостях, у которой в этот момент он находился, зашли трое агрессивно настроенных молодых парней, которые его избили. После этого заперли в багажник и отвезли в лес. Буксировочным тросом привязали его к сосне, а затем оставили одного и уехали. Спустя какое-то время мужчина смог самостоятельно освободиться и позвонил в милицию. Обвиняемые признаны в незаконном решении свободы, совершенным способом, опасным для жизни и здоровья потерпевшего, и сопровождавшегося мучениями, а также в совершении злостного и особо злостного хулиганства. Роковая случайность. Двое рыбаков в Кармянском районе погибли от удара молнией. Трагедия произошла 18 мая на берегу Сожа. Когда началась гроза, мужчины спрятались под дерево. Выбор оказался неудачным. В какой-то момент в них ударила молния. Мужчины скатились в воду. Там позже были обнаружены их тела. Ведется проверка. Эх, раз да еще раз пограничники задержали жителя России, который пытался перелечь через забор на границе. Нарушитель таким нехитрым образом стремился попасть к знакомым в Киев. За три часа до этого его не пропустили через украинскую границу. Не оставив своего намерения, мужчина попытался преодолеть оградительный забор в километре от пункта пропуска Новая Гута. Но вскоре попал в руки к пограничному наряду. В отношении задержанного начат административный процесс, ему теперь грозит штраф в размере до 100 базовых величин. ДТП с двумя пострадавшими произошло в Речицком районе. На закруглении дороги в деревне Осов Ауди-100 вылетела в кювет и несколько раз перевернулась. По предварительной версии водитель не справилась с управлением. Отмечается также, что женщины не были пристегнуты ремнями безопасности. По факту аварии проводится проверка. Таков обзор происшествий к этому часу. Оставайтесь с нами. Я Алексей Немкевич. Благодарю за внимание. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok